Всем привет! Сегодня мы будем собирать огромную картину в стиле пиксель-арт. Она настолько большая, что даже не помещается в кадр. Она просто нереально огромная. А делать это будем при помощи бесконечного фотоконструктора Moza Brick, где из маленьких элементов, пяти градаций серого, можно собрать любое изображение, а потом, когда надоест, разобрать и собрать любое другое. Как раз таки это мы сегодня с вами и будем делать. Дело в том, что уже собирал свой портрет из конструктора Moza Brick, но сегодня мы его разберем, добавим еще один набор и соберем портрет в два раза больше. Так что перейдем к сборке. Поехали! Итак, вот картина, которую мы с вами собирали в прошлом видео. Она состоит из четырех основ, и у нас получается квадратное изображение. Но сейчас у меня есть еще один набор Moza Brick. В сумме у меня их получается два, а из двух наборов можешь собрать уже намного более интересную картину. Так что давайте распакуем второй набор и вспомним, что у него идет в комплекте. В наборе идут 10 пакетиков с деталями, 5 градаций серого, и каждый цвет имеет собственное обозначение. Это либо квадратик, либо треугольник. Закрашенный, либо не закрашенный. Также в наборе идут соединительные пластины, стикеры для крепления картины, специальная деталь под названием сепаратор, подставка для картины, инструкция по сборке и четыре основы, на которых будет собираться наша картина. Для того, чтобы получить схему сборки для двух наборов, нам необходимо отсканировать QR-код в инструкции, переходим на сайт Moza Brick, получить инструкцию, вводим уникальный код продукта и выбираем количество наборов. В данном случае у нас два набора, нажимаем далее. Теперь необходимо загрузить изображение. Необходимо выбрать ту область, которую мы будем собирать. Рекомендуется использовать лицо крупным планом. Приближаем. Еще приблизим, нет, не настолько. Вот, приблизительно такую область мы будем собирать. У нас предлагается несколько вариантов картины, мы выбираем тот, который нравится нам больше всего. Можем переключать варианты, смотреть. Это неплохой. Это тоже неплохой, но мне, наверное, все-таки больше нравится первый вариант. И нажимаем далее. На почту мы получаем инструкцию. Можем ее распечатать, либо собирать с телефона, что, на мой взгляд, намного удобнее. Каждая основа разделена на четыре квадрата для удобства сборки. В данном случае у нас набор один, первая основа, первый квадрат. Здесь у нас уже будет второй квадрат и так далее. Теперь, когда у нас уже есть инструкция по сборке, нам необходимо разобрать ту картину, которую мы собирали в прошлый раз. Кстати, хочу обратить внимание на то, что даже если у вас только один набор, его всегда можно разобрать и собрать из него новую картину. Разбирать точно так же легко, как и собирается. Разбирать картину мы будем использовать сепаратор. Ставим, нажимаем. У нас соединяются два пикселя. Убираем их. Снимаем следующие. Убираем. Снимаем следующие. Таким образом мы будем разбирать эту картину. Можно использовать две тактики. Первая, это когда мы разбираем, сразу сортировать детали и раскладывать их в нужные пакетики. Эти мы сюда кладем, эти детали мы сюда кладем, эти детали сюда кладем. Либо складывать все детали вместе и сортировать уже потом. Я думаю, что мне будет удобнее складывать все детали вместе, то есть выполнять одно и то же монотонное действие за раз, а потом уже все отсортировать. Мне кажется, так получится намного быстрее. На то, чтобы снять все детали с одной основы, я потратил 20 минут. Теперь нам необходимо все детали отсортировать. Теперь, согласно инструкции, берем детали соответствующего пакета и устанавливаем ее на основу. В данном случае у нас почти все детали будут одного цвета, за редким исключением. Для того, чтобы не запутаться, у нас каждая деталь пронумеровано снизу, и мы можем посмотреть, сколько одинаковых деталей у нас идет подряд. В первом ряду у нас все детали одного цвета, соответственно, 16 у нас на последней детали. Во втором ряду у нас на последней детали одного цвета написано 9. Соответственно, 9 деталей одного цвета, потом ставим следующую деталь. Те элементы, которые мы уже установили, можем отметить в схеме. Первый ряд мы собрали, отмечаем. Я собрал сейчас первый квадрат, первые основы. Для того, чтобы понимали, что я сейчас собрал, это вот этот маленький уголочек. Сейчас мы приблизим. Вот эту область, вот здесь, вот этот квадратик я собрал. То есть можно сопоставить, вот как раз таки этот квадратик. Нам нужно собрать еще довольно много квадратов. Переходим к следующему. В инструкции нажимаем просто на следующий квадратик и он загружается. Теперь уже более интересная картина. Итак, первая основа уже собрана, осталось еще 7. Даже сейчас, в принципе, угадывается изображение. То есть сейчас уже четко видно бровь, четко видно начало глаза. То есть мы, в принципе, собрали вот этот небольшой квадратик. Тем не менее, у нас уже часть изображения угадывается. Посмотрите, как много нам еще необходимо собрать. Вот это все остальное, еще 7 квадратов. На самом деле, на одну основу тратится приблизительно минут 40. За счет того, что инструкции снихронизируются между различными устройствами, конструктор может собирать в компании. В данном случае мы будем собирать с Аней вдвоем. Будем собирать портрет Ани. Всем привет! Ты его уже собирала? Кто быстрее? Да. Ты уже собирала, поэтому знаешь, как это все делается. Да. Ну, давай на скорость. Ну, мне кажется, я выиграю. У меня намного больше опыт в этом деле. Хотя у нас разные тактики. Дело в том, что можешь собирать совершенно по-разному. Можешь собирать рядами, как это делаю я. Либо собирать хаотично, как это делает Аня. Но Аня делает по-другому. Она выбирает одинаковые элементы. Сначала их выставляет, потом выставляет остальные элементы. Но я боюсь, что я так собьюсь, поэтому выставляю рядами все. Подлинный пакет, чтобы было видно, что я собираю. Но я первый раз все окончил уже. А ты какое собираешь? Второе? Я третье собираю. А, подожди, я второе начал собирать. Вот так вот. Тебе понадобится собиратор. А я должен был третий собирать? Почему второе открылось? Я не туда нажал. Так, я разбираю, потому что я начал не ту пластину собирать. Не туда снова. Так, ну ладно, тебе это повезло. Да, повезло, что на самом деле оно синхронизировано. И сразу можно заметить что-то. А, да. Получилось так, что я у себя отмечал, а у Ани отметилось, что я собрал ряд. Так, может быть, мы даже не заметили бы то, что я тоже самое собираю. Итак, четыре основы мы уже собрали. Для этого нам понадобился один набор Moza Brick. И, в принципе, у нас готова верхняя половина изображения. Теперь эти основы мы убираем в сторону. И берем четыре основы из другого набора Moza Brick. И точно так же собираем нижнюю половину изображения. Итак, я собрал уже семь основ. Седьмую собирал быстрее всего, потому что здесь очень много белых элементов. Их довольно просто было ставить. И осталась последняя восьмая основа. И картина будет собрана. Так же собираем последнюю основу и смотрим, что получится. Теперь, когда все восемь основ уже собраны, мы можем сопоставить нашу картину. Давайте это и сделаем. Первый элемент с логотипом Moza Brick. Сюда. Далее у нас это, судя по всему, верх головы. Это чуть ниже. Я их вроде правильно расставлял, чтобы раскладывал, чтобы потом было проще собирать. Так что, да, все я правильно расставил. Сюда. Это здесь. И картина готова. Восемь часов сборки. И у нас получается картина просто нереального размера, которая заняла весь стол. Теперь при помощи соединительных пластин нам необходимо объединить все основы. При этом будем переворачивать по две основы и объединять их. Для крепления картины на стену можно использовать стикеры, которые шли в наборе. Я их не буду использовать, потому что я просто хочу по-другому ее немного закрепить. Хочу просто облокотить на стену, она будет опираться на шкаф, поэтому все должно держаться и без стикеров. Конструктор интересен для любого возраста. Его можно собирать всей семьей. И, кстати, в видео вы могли заметить, как мой сын помогал вам собирать этот конструктор. Так что, мне кажется, это отличная идея для подарка. Конструктор производится в России. Купить его можете на официальном сайте mozobrick.ru. Ссылка будет в описании. И также в описании оставлю свой уникальный промокод на скидку 20%. Я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если это так, не забудьте подписаться на мой второй канал. Ссылка на него будет в описании. Также в описании будет ссылка на мой инстаграм и на мой тикток. Рекомендую пройти и подписаться. Там довольно интересно. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на мой канал.